Здравствуйте дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале Процветок. Меня зовут Алексей, я агроном. Что поделать, так уж сложилось. Вот наступила осень, как это ни странно, после каждого лета, как каждый год случается, после лета приходит осень, потом будет зима, потом весна, потом опять лето и потом опять осень. И вот именно вот этой осенью мне хотелось бы поговорить на одну очень важную такую и, скажем, щепетильную тему, как копать огород или все-таки его не копать и оставить просто-напросто так, как он есть именно сейчас. Знаете, блуждая по просторам интернета, неважно какого сервиса, просто интернета, даже открывая определенные умные журналы, все это напоминает какую-то кашу, там перловую или гречневую, или пюре, или пшено. Ну, хорошо было бы, если бы это была просто отдельная каша, но это, скорее всего, какой-то сбор каш. Вот там перловая, значит, в одну кастрюлю мы туда еще и картошки положили, гречки насыпали, и еще положили чуть пшена, посолили, поперчили и преподнести на красивом блюде. Не самый такой, скажем, хороший завтрак, не самая хорошая идея для завтрака, не так ли? Хотелось бы поговорить на эту тему поподробнее, как бы разузнать, какие процессы происходят. Честно, мне самому интересно, что получается, возможно, мы допускаем какие-то ошибки. Давайте разберемся поподробнее. И прежде чем развивать данную тему, мне хотелось бы остановиться, скажем, на основных показателях почвы, совсем чуть-чуть, кратенько. К таким показателям почвы, показателям качества почвы можно отнести как механический состав, гранулометрический состав, ее биологическую активность, влагоемкость и спелость. Ну, по поводу спелости было бы разумно, наверное, становиться с весны. Все-таки мы подразумеваем именно ее физическую спелость. Это та почва, которая готова к посадке именно весной. Она перезимовала, было большое количество паводков. Значит, сейчас все-таки уже сезон прошел, и растения здесь, которые произрастали, они вынесли определенное количество питательных веществ, вынесли за собой в процессе своей жизнедеятельности. И поэтому такой показатель, как спелость почвы, я думаю, стоит немножечко опустить и вернуться к нему ближе к весне. Кратенько и тезисно еще можно добавить, это содержание почвы подвижных форм фосфора и калия, это калий-2О и П2О5, ее балпашни, содержание гумуса. Ну, я думаю, будет достаточно. И этого, это такие основные показатели. Каждый из позиций, которые я перечислил, можно самому определенным опытным путем, такие, как указаны в умных книжках по земледелию, именно советских авторов, именно первооткрывателей, тех людей, которые зарождали данную науку, начиная от Вавилова и заканчивая Мичуриным. Наверное, наоборот, надо от Мичурина начать. Поэтому, самые важные показатели, можно проверить их самому. Я не знаю, где это произойдет, или на канале про цветок, или это будет на моем YouTube-канале, это пока непонятно. Ну, эта тема будет развиваться однозначно. Ну, и вот, мы кратенько подошли к таким показателям, как вынос питательных веществ из почвы, самими растениями, которые произрастали на данном виде почвы. У вас в богороде, значит, это могут быть какие-то парнички или теплицы. Каждое растение в процессе своего жизнедеятельности выносит определенное количество минеральных веществ и органических веществ, макро-микроэлементов. Это, скажем, закон бытия, закон существования. Каждому живому организму, который живет на планете Земля, да, я думаю, и не только на планете Земля, а вообще во всей Вселенной, нужно того или иного рода, какие-то определенные микроэлементы, макроэлементы, органические вещества, фолиевые кислоты и так далее. Это очевидно, это понятно. Всем нам нужно как-то существовать и где-то брать энергию. Также и люди, они употребляют какую-то пищу, расщепляют ее в своем желудке на составляющие. Все какие-то элементы всасываются, есть избыток какого-то элемента, он проходит транзитом и уходит. Мы все прекрасно знаем, куда он уходит. Также по своей сути и растения есть определенная таблица выноса питательных веществ. Попросите у Ивана обязательно, чтобы он где-то подкрепил эту таблицу по поводу выноса питательных веществ. Да, она есть, она существует такая уже давно, несколько десятков лет. У меня есть данная таблица, но она больше адаптирована на озимые зерновые, скажем кратко, на хлеба первой и второй группы, на сахарную свеклу, на кукурузу. Я не думаю, что это будет вам интересно, вы же все-таки садоводы и огородники. Поэтому попросите Ивана, он обязательно где-нибудь эту таблицу вам покажет или в своем ролике, или еще где-то. Вот мы с вами очень-очень плавненько от выноса питательных веществ самими растениями, который очень очевиден, правильно, перешли к вопросу основной обработки почвы. Что такое основная обработка почвы? Некоторые люди, я бы сказал агрономы, производственники с большим стажем относят даже глубокую-глубокую культивацию к основной обработке почвы. Есть еще такие сельскохозяйственные агрегаты, так называемые чизели, большие такие чизельные стрельчатые лапы, которые очень глубоко, до 30, даже 35 сантиметров в зависимости, как настроишь аппарат, вглубляются в почву и обрабатывают ее. Все-таки, мне кажется, это как бы и да, и нет. Все-таки основная обработка почвы это, скорее всего, оборот пласта. Вот именно пахота и есть основная обработка почвы. Вы знаете, о полезности самой обработки почвы еще говорилось, Шреддер его, значит, фамилия. Около ста лет назад этот же самый Шреддер, он рассказывал и писал в своих работах о полезности основной обработки почвы, именно перепашки на зиму. В наших широтах, Беларусь, Россия, Украина, ну, скажем, страны ближнего зарубежья, этот вопрос не очень актуален. Потому что про ту кашу, которую я говорил в начале, да, она немножко мешает людям нормально, скажем, развиваться и создавать какие-то свои огороды, какие-то свои парнички, теплички. Почему это так? Кому-то в голову взбрело придумать вот такую небылицу, что основная обработка почвы, а именно перепашка, это, скажем, облегчение труда нам на весну. То есть, почва становится более рыхлая, и нам весной ничего не нужно делать. Я вам скажу, что это в корне не так. Именно поэтому я привел такие показатели, как содержание подвижных форм фосфора и калия в почве, содержание гумуса. Это самое основное вообще, что может быть. У нас же были растения в почве, и они вынесли вот эти питательные вещества. И нам нужно их как-то положить обратно. Правильно, правильно. Органическое вещество. Что мы можем сделать для того, чтобы оно, скажем так, связалось с катионами и анионами почвы? Только запахать навоз. Запахать навоз или закопать. А что мы будем запахивать или закапывать? Я бы сказал, что с осени было бы очень здорово запахать или закопать именно соломистую массу. Скажем, по-простому просто солому. Но подчеркнул бы с обязательным добавлением азотных удобрений. Для того, чтобы азот как бы немножко помог перегнить вот этим всем соломистым соединением, суховым веществом, всем, всем, всем этим. Всем известно, что навоз помогает перегниванию, перепреванию, он как бы ускоряет процесс. Дабы тот азот, который содержится где-то там рядышком в почве, что-то там такое делает, он просто-напросто не истратился. Вот и все дела. А уже с весны мы будем вносить навоз, перепревший навоз, который где-то там у вас лежит, или компост какой-то где-то там у вас лежит, спрятан, накрыт, закрыт и все остальное. Поэтому возмещение в почве, возмещение ущерба, скажем, да, возмещение в почве тех питательных элементов, которые вынесли растения, мы можем сделать в осени. Да, конечно, мы можем добавить всякие различные гидрогуматы, оксидаты, экосил, там вот есть препарат, но это все, скажем, торфяные вытяжки, это вытяжки из хвойных растений. Они тоже, скажем, биологическое происхождение, это не химическая природа, они безвредны, их можно вполне себе использовать. Но это совсем другое. Осенью происходят с почвой процессы совсем другие. И внести те питательные вещества, основные макроэлементы и внесение органического удобрения, для того, чтобы оно именно связалось с почвой. И в дальнейшем эта почва не обеднялась, а только оккультуривалась. И оккультуривалась мы можем сделать это с осени. Если мы все эти калийные, фосфорные, органические удобрения просто положим на зиму, чем нам их заделать? Только пахотой. Соответственно, вопрос по поводу перепашки, это же и основная обработка почвы, отходит самим собой. Если мы, конечно, добросовестные огородники и не хотим, чтобы почва наша обеднялась. По поводу запахать, закопать, закультивировать, если для вас эта тема будет интересна, мы обязательно поговорим в другом видеоролике. Потому что это стоит очень больших обсуждений. Так просто не отверстишься. Это тема одного большого ролика. И вы знаете, есть очень замечательный способ выращивания овощей. Вот именно по методу Митлайдера. Что это такое? Давайте не будем вдаваться в подробности и затягивать этот видеоролик. И уповаться своим, скажем, славоблудием. Это просто правильной формы, геометрически правильной формы, большие ящики, короба, как угодно это можно назвать, где засыпан почвогрунт и мы там выращиваем свои овощи. В свою очередь, этот метод произвел очень большой резонанс. И я считаю это решение просто гениальное. Потому что не нужно гнуть спину, не нужно заниматься всякой ерундой. Ты просто приходишь на этих ящиках, работаешь. Что хочешь там, то и делаешь. Что хочешь там, то и выращиваешь. Но опять же сыграло вот это сарафанное радио. Потому что люди не хотят прочитать или вникнуть в саму суть, что хотел донести этот человек. Спустя время, пока его не стало, не будем называть всяческого рода вот эти темные даты. Скажу просто, его нет уже около 10 лет этого человека. Ну, это удручает. Но он гений и оставил после себя очень большое, скажем, потомство овощеводствия и именно в цветоводстве. Правдивых книг, именно Митлайдера по овощеводству, правдивых, я насчитал около 6. Больше не нашел. О чем говорят там все эти любители овощичных дел, вот эти все очень умные люди, я не знаю. Я нашел только 6. Буду стараться найти в оригинале, именно на немецком языке. Так о чем это я? Я про то, что кто-то джита не услышал, кто-то переслышал. И почему-то всем кажется, что метод Митлайдера работает именно по такому пути. Вот эти ящики, в которых почва грунты, они очень хорошо прогреваются. Это правда. И очень быстро прогреваются. И физическая спелость почвы наступает тоже очень быстро. И мы можем легко использовать их на высадку овощей. Это факт. Но это было такое жизненное кредо. Вот именно вот этого Митлайдера. Он писал даже в своих книгах, что самое любимое, что вообще у него есть, и он считает самое важное, это в огороде лопата, грабли и тяпка. Почему этот факт упустился, я не знаю. И помимо всего прочего, по поводу лопаты, тяпки и граблей, он очень был рьяным поклонником именно минеральных удобрений. А начали культивировать вот именно тему, вот эту развивать метод Митлайдера, что вот на этих грядах можно просто делать определенного рода дырки. И отверстия, скажем так, это будет более правильно, хотя отверстия это более, если взять физический термин, то это сквозное должно быть, тогда это отверстие. Ну, не суть, мы же все тут садоводы и огородники, так что нам без разницы дырка или отверстие. То есть ничего перекапывать не надо, ничего делать не надо. Просто приходишь, делаешь дырки, а потом по сезону даже некоторые трактуют то, что не нужно делать какие-то междурядные обработки и что-то в этом роде, ничего вообще делать не нужно совершенно. Это какой-то бред. А возможно это заковор. Поэтому самым основным вообще этот Митлайдер считал обработку почвы, даже вот этих грядок. Почему так сложилось за время его отсутствия в нашем мире, я не знаю. Возможно там, где он находится сейчас, там совсем по-другому. Я хотя бы на это рассчитываю, потому что это просто невозможно. Наверное, человек потратил всю свою жизнь, он пренебрегал, наверное, отношениями со своей семьей, со своими родными и близкими, с друзьями, только для того, чтобы оставить после себя такое большое наследие, о котором я сейчас и говорю. Да и вообще, когда вы берете в руки какие-то семена или какой-то посадочный материал или еще что-то, не важно, у кого вы покупаете это, государственный магазин или это частный сорт или гибрид, не важно. Хотя в наше время это происходит более-менее быстро. Вы знаете, задумайтесь об этом. Некоторые люди всю жизнь свою посвятили для того, чтобы вывести определенного рода те или иные сорта. Это не один год. Это, точнее, нужно сделать нагнетание, наверное, да. Это не один час. Это не один год, не один день. Это минимум три года. Первый год ты получаешь определенный семенной материал, потом ты его садишь, испытываешь и потом его проверяешь на третий год. Но еще же идет процесс районирования, если мы хотим куда-то что-то распространить. Поэтому это целый адский труд. И поэтому, когда вы берете в руки какую-то пачку с семенами или посадочным материалом, не важно, где его купили, кто его, скажем, размножил, основоположником был определенный человек, который посвятил свою жизнь. Он туда вложил какие-то чувства, как я уже говорил, может быть, пренебрегал отношением со своей женой, с детьми, для того, чтобы это сделать. А мы сейчас так очень просто разговариваем на эту тему, что я купил тот или иной сорт, и у меня что-то не получилось. Может быть, есть проблемы в вашей почве? Давайте будем обсуждать этот вопрос дальше. И вот именно сейчас, переходя от этого замечательного человека к следующему, скажем так, разложению по полочкам методу, что нам дает вообще вот эта перепашка? Для этого я вам сказал по поводу того, что растения выносят питательные вещества. Нам нужно как-то их положить в почву, мы по-другому их не положим. Просто не пройдут физические, биохимические и химические процессы, которые мы хотим, чтобы произошли, когда мы что-то делаем. Поговорим о перекопке. Перепашку брать не будем, потому что это более такой производственный вопрос. А перекопка это как-то более по-домашнему, да, брать лопату и это все дело делать. Это же замечательно приятно, труд облагораживает. Перекопка должна быть обязательно крупными комьями, и комья разбивать не стоит. В это время, когда мы перекапываем, вот именно сейчас, в эту пару года, именно осенью, если вы встретите где-то информацию, что перекопывать надо почву именно вот тогда-то и тогда-то, я бы сказал, это относительно ложь. Конечно же, ей не нужно копать, когда уже снег лежит, но нужно ее постараться выкопать, чтобы было чуть-чуть попозже. Чтобы все вот эти вот, значит, врезители, которые зимуют в почве, они зашли в этот, в почвенный горизонт, в тот, где они зимуют. Вы в этом можете убедиться, когда, допустим, копаете или что-то делаете, находить личинки майского жука. Не переживайте, личинки дальше не уходят. Это только медведка, она будет прятаться, к примеру, там в компостную кучу или в навозную яму. Ну, туда она полезет, потому что ей нужно немножко тепла. Все остальные животные, да, они, конечно, не стараются перезимовать в этой яме, в этой куче, но не переживайте, там происходят тоже определенного рода процессы, поднимается температура, ого-го, какая, и они там погибают. В то время, когда они входят в стадию анабиоза, они не могут двигаться, они просто лежат там, и им приходит конец. Поэтому во время перекопки все те, значит, вредители, которые в верхнем почвенном горизонте зимуют, они обязательно погибнут. Поэтому не нужно разбивать комья, просто грубая, большая перекопка. Также есть определенного рода семена сорных растений, которые высеялись, вот сейчас, допустим, весной, они высеялись в почву, и тем самым они тоже могут примерзнуть. Если они не погибнут вовсе, то тогда вот их процентная всхожесть немножко поубавится. Конечно, этого мы не заметим на своем огороде, потому что эти сорняки такая гадость, они лезут и лезут, такое ощущение, будто ты вообще ничего не делаешь, а только культивируешь сорняки. Это немножко обидно. Ну, с этим можно бороться. Те сорняки, которые остались на поверхности почвы, это двудольные или злаковые, значения не имеют. Мы можем их перекопать и использовать тоже как сидеративное удобрение. И вообще, по поводу сидеративных удобрениях, можно использовать любую культуру, которая дает зеленую массу. Поэтому сама суть вот именно сидерации останется такой, какая она и есть. Иначе быть просто не может. И мне кажется, вот чуть-чуть немножечко становится понятно, для чего нам вот эта перекопка, основная обработка почвы. Это заделка органических удобрений, это заделка фосфорно-калийных удобрений, то есть те удобрения, которые вносятся в основную обработку почвы. Потому что по-другому мы их просто не заделаем в почву и не пройдут те процессы, которые должны были пройти. Соответственно, наша почва не будет обедняться, она будет оставаться такой, какая она и есть. Это борьба с вредителями, это борьба с сорняками, это аэрация почвы. И вот один из популярных вопросов, скажем, или ответ на вопрос определенного рода, то, что я сажу уже, ну не я, а кто-то, кто-то это говорит, я сажу уже около 6 или 8 лет свои культурные растения, получаю огроменные урожаи, ничего не делаю, не даю никаких удобрений, не даю, не перекапываю, значит, ничего там, просто замульчировал и все. Мне бы хотелось бы спросить у этих людей, и вы тоже таким людям задайте вопрос, а кто до тебя жил на этом участке, кто пользовался этой почвой? Если это был твоя бабушка и дедушка, или это были какие-то родственники, скажем так, старинной закалки, кто это вообще там был? Все мы по старинке так делали, сейчас говорится, что мы это делаем по старинке, сейчас век технологии, ничего делать не надо, все растет само, и ничего в почву добавлять тоже не стоит. Наши дедушки и бабушки в почву улаживали столько, что просто нам не потянуть сейчас, вот если взять это суммарно в какие-то тонны или килограммы, они каждую осень вносили навоз, тем самым почва никогда у них не обеднялась, пусть не было во всех доступа к минеральным удобрениям, что греха-то есть, все работали в колхозах и могли заехать. Да раньше это было позволено заехать из себя на участки, сделать определенные манипуляции по поводу внесения каких-то минеральных даже удобрений под картошку или под кормовую сёклу, или под тыкву это культивировалось и возделывалось, потому что люди держали большое количество скотины, и это было очень важно для них. Так у меня сейчас вопрос к этим людям, кто был на этой земле до тебя? Если уже можно перейти на ты, я скажу на тебя. Ну или там, короче, я думаю, понятно. Вы просто пользуетесь, вы это не кто на канале про цветок смотрит этот сюжет, а я отвечаю для тех людей, которые говорят это. Кто вы такие? Ваши родные и близкие в эту землю вложили столько, что вы сейчас этим всем пользуетесь. На земле нужно работать так, чтобы всё осталось нашим детям. Мы не можем сделать так, чтобы через 100-200 лет наша земля обеднела и превратилась в какую-то пустыню. Мы обязаны возмещать нашей земле то, что мы её забираем. Это закон жизни, есть законы земледелия, они немножко говорят об обратном, но они существуют. Они существуют на самом деле, прописаны в книге. И вот, дорогие друзья, подведя итог под всем этим ликбезом, который я вам только что наговорил, я желаю, чтобы у вас этот вопрос никогда не встревал и решался самим собой по поводу копать или не копать. Я думаю, немножечко я разъяснил эту ситуацию, что происходит и почему мы должны именно копать. Потому что почва – это наша мать, это наша земля. Мы должны её любить и возделывать, и возмещать обязательно тот ущерб, то, что мы её забрали, отдавать обратно. Потому что мы в любом случае взяли больше. Так что я желаю вам удачи, я желаю вам здоровья. Я желаю, чтобы вы никогда не болели. И подписывайтесь обязательно на канал Процветок, если вы ещё не подписаны. Потому что именно на этом канале говорят правду. Если хотите, можете подписаться и на мой канал, который называется «Агроном в каждый дом». Все спасибо, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok